Всем привет! С вами снова Юля! И сегодня у нас видео о материалах для рисования из Икеи. В Икеа, оказывается, не только акулы есть. Я сама была в Икеа всего пару раз в своей жизни, и почти все штуки из этого видео мне подарили на день рождения, именно с целью, чтобы я сняла обзор. Просто обожаю тебя, мой даритель. И оставшуюся часть мне совершенно случайно, даже не догадываясь о том, что я, в принципе, планирую снять такое видео, подарила прекрасная Анастасия при встрече. В общем, отдельное гигантское спасибо людям, которые спонсируют меня не просто денежками, а самими ништяками для обзора, ну это же просто офигеть. Ну, в общем, такие пироги. Давайте уже скорее приступать. Мне на самом деле самой очень интересно, что это вообще все такое. Я ничего не распаковывала, ни во что не заглядывала. Цены, скорее всего, буду писать на экране, если не буду забывать. Ну и погнали. И самая первая вещь из Икеи у нас идет тот самый легендарный карандаш из Икеи. Я до недавнего времени думала, что они бесплатные, но, оказывается, вроде как нет. И листочек самой обычной бумаги. Так, ну и погнали. Что же это за легендарный киевский карандаш? Окей, я не знаю, что я ожидала, но это карандаш. И он довольно клевый. Он мягкий и как будто бы 2Б, что ли, типа того. Прикольный. Карандашики. Мне в детстве дядя привозил такие из Европы. Немножечко на сталь же проснулась. С этими карандашами шла вот такенная гигантская инструкция, в которой, между прочим, написано, что эти карандаши оказываются акварельные. Нифига. Ну а еще точилочка в наборе шла, что приятненько. Блин, они такие увесистые, так необычно, непривычно. Прикольно. Что я могу сказать? Это офигительные карандаши. Серьезно. Если это действительно карандаши подразумевают все для детей, то я очень счастлива за детей, чьи родители купили им такие карандаши в детстве. Потому что это не те привычные детские карандаши, которые нужно просто 10 слоев накладывать, чтобы хоть там хоть какой-то цвет был. А это реально кайфовые карандаши. Очень, очень насыщенные. Ну это прям реально кайфово. Они немножко пылят, но, блин, все равно офигенные. Я впечатлена. Я честно впечатлена. Надо попробовать сейчас их водой разбавить. Ну офигеть. Офигеть. Они кайфово размываются водой. Ну серьезно, как достойно акварельные карандаши. Сейчас еще их на смешиваемость проверю. Хотя что-то мне подсказывает, что все будет the good. Ну, это реально офигенно. Блин, я теперь жду, не дождусь ими какую-нибудь картину еще нарисовать, потому что я впечатлена. Вот такая вот упаковочка фломастеров. Так, ну-ка, фломастеры. Че вы из себя представляете? Очень толстый стержень, но сам наконечник довольно тоненький. Интересная форма. Они немного хлипкие в руке, как будто не докручены, не закручены. Но тут, в принципе, нечего крутить. Ну вот прям болтается изнутри что-то. Не знаю, как объяснить. Это не прям какой-то существенный минус, просто заметка. Так. Хм. А, неплохо. Тоже неплохо. Сейчас надо, мне интересно, дополнительно потестить их на предмет накладываемости. Мне понравился очень вот этот вот фиолетовый, лиловый. То есть, если вот быстро вот так один раз проводить, то полос нет особо, ну, если аккуратно все делать. Если делать второй слой, то он темнее, чем первый. То есть, теоретически даже можно делать некую имитацию теней. Третий уже не накладывается, к сожалению, просто тупо мажет. Единственное, у меня есть большое подозрение насчет того, что вот такой вот кончик очень быстро придет в негодность, потому что вот именно с самим кончиком рисовать довольно проблематично. Нужно прям определенный угол наклона держать. Обычно ты рисуешь вот под углом, и в итоге ты травмируешь и острый кончик, и боковую сторону стержня. Ну, не знаю, не знаю. Надо, конечно, дольше не работать. Так сложно все сказать впечатления. Ну, крутяк, они накладываются друг на друга, очень кайфово. Розовый прям аж и выедается. Не знаю, я ожидала худшего, правда. Еще они почти... О, нет... Мой фон... Короче, если не злоупотреблять, то на другую сторону бумаги они не отпечатываются. Просвечивают, но не отпечатываются на другую страницу. Ладненько. Не забыла сказать, с ними тоже шла инструкция. Водой они не размываются, но они смываются водой и мылом с большинства поверхностей, что полезно для детского материала. А еще, если оставить их без клопачка, они не высыхают до трех дней, что прикольно. Далее, это вот такие вот цветные ручки. Почти на всех художественных материалах из Икеи написано мало. Я не знаю, что это значит, но окей. Жалко, что черный нет. У ручек, конечно, вот такая вот листочка. На самом деле, тут очень мало текста, просто он дублирован на очень большом количестве языков. И я, честно говоря, не вижу в этом особого смысла, но это, блин, трата большого количества бумаги и... Эх, ладно. Выглядят они максимально кислотно. Тут на каждом наконечнике такая пупочка. Ручка прорезиненная, ну... Воу. Они действительно кислотные. Офигеть. Блин, ну это... Офигеть, какой ядрёный жёлтый. Прям текстов делитель. Вы лучшие его годы. Интересно, они все такие? Ну, в общем-то, да, такие ручки, такие цвета. Ядрёненько. Я бы, конечно, предпочла, чтобы вместо какой-нибудь, не знаю, серого было бы чёрное. Но работаем с тем, что есть. Цвета, в принципе, сами по себе клёвые. И детям вдвойне, наверное, будет весело такими яркими рисовать. Я просто смотрю с высоты своей взрослой скучной жизни. Странновато немного, что даже красного нет, но ладно. Мне интересно, смешиваются ли они. Очень странная идея. Конечно, смешивать ручки, в принципе. Ну, блин, это на удивление кайфовый градиент для ручек. Я опять удивлена. Я ждала худшего снова. Пора менять настройки ожидания. Вот такая вот странная упаковочка с фломастерами, как здесь написано. На ней нет, пресловутой мало. И они продаются вообще не в рисовательном отделе. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю особо, что это. Блин, забавно, что у меня ножницы очень похожи на упаковку. Хе. Воу-воу-воу. А, я думала, они полностью черные все будут. Что это? Что это? Это для рисования по ткани. Че? Окей, если кто-нибудь вот в этом описании найдет хоть слово про то, что они фломастеры для ткани, тот получит личного единорога от меня. Что ж, у меня сейчас нет возможности красить какую-нибудь футболку, потому что у меня нет ненужных футболок. Но, ладно, давайте тестировать их и делать вид, что это обычные художественные материалы. И, может быть, потом однажды я сниму какой-нибудь видос. Или нет. Блин, они такие мягкие. Они прямо очень мягкие. Прям офигеть, какие мягкие. Так, ну и просто в целях интереса. Че там по смешиванию? Конечно, очень ограниченный цветовой набор. По сути, даже нет оранжевого, например, не розового. Ну, относительно неплохо, но очень сильно травмируется бумага. Прям максимально сильно. Поэтому особо не посмешиваешь. Ну, ладно. Может быть, на футболке было бы клёво. Далее это вот такие вот кисточки из щетины. Они довольно необычные, очень-очень короткие. Ну, я так подозреваю для детского творчества, но посмотрим. Ну и напоследок самая объёмная штука в этом обзоре. Это вот такая вот странная коробка с красками. И, очевидно, чем-то ещё громыхающим внутри. Давайте распаковывать. Вот эти две штуки я буду тестировать вместе. Выглядит, как будто там особо ничего и нет. Чувствуется, по крайней мере. Ммм, крышечка. Крышечки, это хорошо. Угу. Вот оно чё. Понятненько. По сути, палитра. Весь встань. Чисто коробочка с кисточками. Блин, тут кисточки. Зачем мне тогда эти? Понятно. Два стаканчика для воды, как я подразумеваю. Ну и сами краски. Пачкаются. Блин, я не знаю теперь, что с этими делать кисточками. Хочется их открыть. А, давайте откроем. Вселенная против. Блин, они очень приятненькие. Протестирую-ка я их сначала на обычной бумаге. Вдруг они и на обычной нормально ложатся. Не знаю. Может быть, всё дело в бумаге. Я на всякий случай сейчас на акварельной немножко потестирую. Но выглядит не очень. Просто сам набор довольно дорогой. И я ждала лучшего. Цвета очень блеклые. Я даже не всем понимаю, акварель ли это в принципе. Кстати говоря. Ну да, написано акварель. Очень много белье. Особенно вот в красном видно. В принципе, сами цвета-то неплохие, интересные. Я обожаю, когда в наборе уже есть розовый оттенок. Потому что меня бесит его смешивать. Дубль два. Я все краски не буду выкрашивать. Просто, ну, парочку посмешиваю. Не знаю. Они ещё так странно высыхают. Ну, то есть, очень быстро высыхают. И ощущение, как будто ты по ткани какой-то водишь. И она такая себя впитывает в воду. Очень странно. Ну, обычно на акварели капельки прям зависают. И потом впитываются. И она такая кашицей становится. А здесь нет. Ну, такое, короче. Такое, честно говоря. Не знаю. Да, по-моему, фикс-прайсовская акварели то покруче была. Очень странно. Ну, и грязище не забежать. В принципе, если сравнить с выкраской на обычной бумаге, особо различий-то и нет. Ладно. Большой минус, а для кого-то может быть и плюс белых кисточек, это то, что они нещадно впитывают в себя пигмент краски. И сколько ты это не смывай, оно всё равно такого цвета и останется. На павлинчик похоже. Окей, я просто очень сильно хочу вот этой вот кисточкой чего-нибудь провести. Не осуждайте. Мне нравится вот этот синий. Он кайфовый. Класс. Ну, окей. Давайте, что ли, теперь рисовать? В последнее время я вижу много комментариев на тему, почему я рисую только динозавров, я не умею ещё кроме динозавров рисовать. И не то, чтобы я перестала рисовать динозавров, но окей, окей, как скажете. В этот раз нарисую не динозавров, а тигриков. Я очень люблю больших кошачьих, как, наверное, можно догадаться по моим рисункам. Я их тоже очень много рисую, но нравятся они мне. Они очень харизматичны и, ну, можно, короче, поиграться с пропорциями, с мордами, с эмоциями. Получается очень-очень выразительно. Окей, два таких вот зверя получилось. Я думаю, одного сделать леопардом, а другого тигром, потому что, ну, для интереса. И этого я покрашу карандашами, а вот этого фломастером. Я не поставила запись. Ладно, ладно. О, нет, ну почему? О, нет, ну почему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приходилось давить довольно сильно Да и площадь довольно большая рисунка И у меня тут вот теперь грязюка Ну нормально, нормально Я результатом довольна Он получился клёвый И честно я бы ни за что не подумала Что вот так вот можно сделать Икеевскими карандашами Была какая-то такая странная сцесса Что икеевское это что-то детское Совсем плохое А оно воно как Единственное, что мне не понравилось Это то, что чёрный карандаш Довольно сильно мажется И возможно была ошибкой Делать лайн чёрным карандашом в начале Возможно это надо было сделать в конце Но с фломастерами такой проблемы Возникнуть не должно вроде Приступаем ко второму тигру Субтитры сделал DimaTorzok Окей, у меня возникла небольшая идейка Что если, возможно, я об этом пожалею Но что если этого тигра немножечко Я говорю её нарисовать Немного Я стараюсь красить в основном те участки Где тигр будет белый Просто с одной стороны это, наверное, очень странная идея Но с другой стороны хочется Для полноценной иллюстрации Использовать больше материалов А не только фломастеры и карандаши Большой плюс в этой акварели Что она очень быстро сохнет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Окей, в общем, мне нравится Вот такой тигр Я сначала планировала его сделать чисто фломастерами Но в итоге это получилась очень-очень большая смесь Из почти что, если не всех, то почти всех материалов из Икеи Это такой более скромный карандашный чувак По сути, я только из материалов ручки особо не использовала сегодня Потому что, ну, я особо не знаю, что этим ручкам делать Ну и чё, выводы? Мне материалы из Икеи понравились Это клёвые ништящные штуки Кроме коробки акварели Она стоит дорого и довольно некачественная Но всё остальное очень кайфово Я этим делом буду продолжать пользоваться Итог Это два таких вот больших кота Вам спасибо большое за просмотр Рисуйте чаще, рисуйте больше Но не переусердствуйте Я вас всех люблю Пока Пока